Танкист, на Vodkit.ru всего за 149 рублей ты можешь получить танк, кучу золота и другие призы. Vodkit.ru. Каждая шестая игра бесплатна. Здравствуйте, друзья. С вами Маракаси. Вы смотрите рубрику «Самые эпичные взрывы БК». Начнем мы с момента, где ФВшка стреляет в борт ИС-7. Ну, противник, конечно, додумался выезжать бортом, но бабаху это мощно. Ну и башня, кстати, классно у него отлетела. Ну, идем далее, друзья. Некоторые выстрелы, стоит отметить, из прошлых патчей, поэтому ХП у танков, у некоторых меньше, их еще не апнули. Итак, выстрел по Т-57 Хэви. Хэвик выехал далеко, а потом начал откатываться назад. Но уже было поздно. Т110Е3 идет в атаку. Бронированная ПТ-САУ, способная отлично, в общем-то, дать дамаг. И тут враг выезжает бортом. Выехать бортом на ПТ-САУ, это всегда, по-моему, самое глупое решение. В следующем моменте игрок на 121-м стреляет с вертухи. Ну, тут у него какие-то небольшие лаги, наверное, пинг большой, что ли, или сервер этот лагал. Но выстрел в любом случае получился классный. Идем далее. И тут у нас выстрел на тяжелом танке М103. Игрок попадает под обстрел арты. Ну, его немножечко так заглушило временно. Потом он замечает раш вражеских танков. И Т-44 застоялся. Но, конечно, взрыв БК в борт 44-ки. Это классика. Такое происходит очень часто. Ну, и кроме того, игрок выстрелил еще по бабахе. У него, правда, не фулл-хп было. Но тоже неплохо на 1204 хп взрыв БК. Далее у нас в начале боя Т-30 встает на позицию и ожидает увидеть тут противников. Ну, и его ожидания оправдались. Выезжает Т-55А. И, конечно, враг тут застоялся слишком долго. После такого выстрела в борт не живут. Хеллкэт затаился в кустах. Стреляет по противникам вдалеке. И тут внезапно выезжает ОНИ. Взрыв БК на 1329 хп. Это мощно на ПТ-САУ 6 уровне. Далее у нас Ваффентрагер Борсик. Стреляет по Ваффентрагер ПЗ-4. Взрыв БК. Отомстил своей ПТ-шке. Ну, и кроме того, игрок в начале боя также выстрелил по еще одному неприятелю на Тигре первом. И это тоже взрыв БК на полусведении. А далее у нас выстрел на Бабахи. ФВ-215 с Бест-83. Маус, правда, не фуловый. Но, тем не менее, все оставшиеся хп его уходят к Бабахи. Так сказать, твоя сила станет моей. Просто взял с одного выстрела, отнял все хпшечки Мауса. Оторвал ему башню. Скорпион Джи в начале боя эффективно отстреливается по засвету. Ну, тут игрок, в общем-то, правильное упреждение выбрал. По движущейся цели попал. Молодец. Очень даже неплохо. В следующем моменте ИС-3 неплохо так попал по противникам, которые рашили со стороны базы. Но тут союзники этого не заметили. Тут, видимо, какой-то командный бой. Кстати, эпичная такая толпа ИС-3. Выстрел всего один. И взрыв БК у тяжелого танка. Далее у нас Т-37. Стреляет по проезжающим танкам. Ну, в общем-то, вполне неплохо. Но пока взрывов БК не происходит. Но, так скажем, достаточно немножечко подождать. И обязательно кто-то подставится. Это новый средний танк. Премиумный, прима Виктории. У него вот такой вот еще и недостаток. Взрывает ему БК порой. Что же Эмиль рвется в атаку? И ожидает тут увидеть неприятелей. Выкатывается он. И тут выезжает Шкода. Кстати, очень красиво башня у нее отлетела. Довольно далеко. В следующем моменте Ваффентрагер ПЗ-4 выцеливает ИС-3. Главное, враг выезжает. Ну, понимает, что тут стоит ПТ-САУ мощная. Но далее он вот так вот ошибается. Подставляет корму своей башни. И, конечно, ему взрывает БК. Очень такой забавный выстрел на Экпанзер Е100. Чем он забавный? Ну, забавный, как некоторые ИС-7 танкуют бортом. Это просто смехотворно. Вы только посмотрите, как он встал. Конечно, под таким углом зашло ему пробитие, да еще и взрыв БК. А следующий у нас выстрел пришелся по Т-10. Тоже еще один советский танк, который страдает частенько от взрывов БК. Но ИС-7 просто рекордсмен по взрывам БК. Еще один взрыв БК у этого тяжелого танка. На этот раз стрелял Т-30. Ко всему прочему, тут комбо из советских танков. Еще и Т-30 взорвал БК Т-10. Но они постоянно взрываются, эти два танка. Прямо какие-то шахидские танки. Ну и играйте на них аккуратнее, ребят. Далее у нас Ягдпанзер Е100. Стреляет снова по ИС-7. Ну, семерочка, что сказать. Очень часто взрывается. Достаточно немножечко там высадить борт ее. И дело сделано. Далее у нас АМХ-13-90. Мчится тут в атаку. И совершенно ничего не боится. Ну, потому что танк действительно очень крутой. И у него барабан имеется. Тут у нас противник на ВК-100-01П. И, казалось бы, сложно с ним справиться. Довольно бронированный танк. Но для АМХ-13-90 нет ничего невозможного. Два выстрела и враг повержен. ИС-152 тут уже получил в корму от врагов с этой стороны. Развернулся и вот ожидает очередной атаки. Тут высовывается Т-44. Ну, враг слишком неаккуратно играл. Выехал бортом и слился. Ягдпанзер Е100 замечает неприятеля на ИС-4, который танкует своей башней. По крайней мере, он так думает, что он танкует. Но против Яги особо не танканешь. И прямо в башню удается взорвать неприятелю БК. Еще один советский тяжелый танк, который страдает от взрывов БК. Но, правда, не так часто, как ИС-7. А в следующем моменте у нас очередная глупая ошибка. Шел 2017 год. И до сих пор люди не научились не выезжать бортом. Ну, некоторые такие бывают чуваки. Выехали бортом. И, конечно, происходит взрыв БК. Далее у нас выстрел на арте. Почему бы и нет? Арта у нас практически нигде в рубриках не мелькает, как раньше. Ее, так скажем, слава пропала. Сейчас не такая она популярная. И тут взрыв БК снова у ИС-7. У какого же тяжелого танка может взрываться БК? Конечно, у ИС-7. Мне кажется, данную рубрику стоит переименовать в рубрику взрывы БК у ИС-7. Потому что реально я отбираю реплей. Каждый второй выстрел это просто взрыв БК у ИС-7. Этот танк очень часто страдает от этого недуга. Ну, тут Маус взорвал БК ИС-7. Объект 704 стреляет по ЛТ-шке. Т-54 облегченный. Ну и частенько такое может произойти. Ягдпанзер Е100 стреляет в борт Ягдтигру. И тоже происходит взрыв БК. Отличный мощный выстрел Яги. Частенько все заканчивается после его. Далее у нас Т-57 Хэви дождался, пока Е100 отвернет свою башню. Ну и воспользовался ситуацией. Выстрелил ему в борт. И, конечно же, произошел взрыв БК. Ну и еще и удачно отстрелялся по тип 5 Хэви. Жалко, не удалось ему БК взорвать. Далее у нас выстрел на Грид-15. И кто же на этот раз у нас будет страдать от взрыва БК? Догадайтесь с нескольких попыток. Конечно, ИС-7, 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 ИС-7. Да, этот танк просто, я не знаю, король взрывов БК. Часто именно он отхватывает. Ну и знаете, в чем преимущество АПа ИС-7? Самое большое преимущество АПа ИС-7, что теперь, когда ты ему взрываешь башню, ну то есть БК, в общем-то, ты сносишь больше ХП. Раньше у него было 2 150 ХП, а сейчас целых 2 400. Поэтому после первого же выстрела у ИС-7 отлетает башня. И ты радостный, в общем-то, идешь гулять и радоваться такому вот событию. Ну и спасибо, друзья, за просмотр. Если данная рубрика вам интересна, то не забудьте поставить лайк. Также вы можете прислать реплей в данную рубрику по ссылке в описании моей группе ВКонтакте. Желаю вам удачи, до скорых встреч, пока!